Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришел очень интересный вопрос. Были ли до нас и будут ли после нас другие миры? Ни науки, ни Библии неизвестно о том, были ли до нас другие миры. Опять, если покопаться в теории эволюции, мы увидим, что все развивалось от простейшего к сложнейшим. И похоже, что до Большого Взрыва не было ничего. Собственно, Библия говорит о том же. Бог из ничего создал наш мир. Мир небесный, мир духов и мир физически-материальный. А вот будут ли до нас другие миры? В Писании говорится. Точнее, будет ли после нас другие миры. Будет новое небо и новая земля, говорит Новый Завет. А все дела, все, что здесь мы с вами видим, вся Вселенная сгорит и преобразится. То вся та материя, которую мы видим в телескоп, видим перед собой, она станет иной. Те, кто умер, воскреснет в новых телах. Те, кто будет жить в этот момент, они не умрут для того, чтобы воскреснуть, а сразу преобразятся. Как пишет апостол Павел об этом, посланник Солониным. И если вы видели икону Страшного Суда, вы можете увидеть, как ангелы Божьи в правом и левом верхнем углу сворачивают небо. Такой рулончик. На нем изображен Солнце, Луна, звезды, небо сворачивается. Материя становится другой, преображенной, духовно-материальной. Возможно, такой, какой она была в раю. Тела будут такими, как у воскресшего Христа, и материальные, и нематериальные. И способные пользоваться дарами земного мира. И одновременно не сдерживаемые законами тварного бытия. Почитайте внимательно 11 отрывков из Священного Писания Нового Завета, посвященные воскрешению Христова. И вы увидите чудеса, преображенные телесной природой Спасителя. Ну а дальше уже остается некоторый простор для фантазий. Можете почитать что-то в книге «Апокалипсис» на эту тему. Ну, конечно, все символически описывается. Ну, возможно, все те планеты и галактики, которые мы видим, хотя мы знаем и смогли изучить так слегка, поверхностно даже, всего лишь 1% видимой Вселенной, нам еще изучать и изучать. Если все это преобразится, то действительно, и там есть другие миры, и другие планеты, то их вечно, в их преображенном состоянии можно будет изучать, жить, познавать, развивать. Ведь творческие способности человека останутся навсегда. Очень хорошо об этом написал Клавис Тейплз-Льюис в своей знаменитой книге «Хроники Нарнии». В частности, в последней книге, которая так и называется «Последняя битва». Насколько возможно описать художественным языком, языком литературы, понятной для всех, для старой и младой, вот настолько Клавис Тейплз-Льюис успешно и доходчиво постарался рассказать о несказуемом. Все равно это язык символов, язык догадок. Сейчас мы видим, как сквозь тусклое стекло, пишет апостол Павел, а потом будем видеть воочию, лицом к лицу. Дай Бог нам достичь этого состояния и находиться не в состоянии тоски, самолюбия и эгоизма в вечности, когда ты не хочешь знать никого и ничего в состоянии ада, в состоянии радости, когда ты для всех готов стать всем, не только всей жизнью, но и в будущем. Помрем, все узнаем, все увидим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...